Ну может какая-нибудь пасхалка есть, ну не знаю. Значит, смотрите, суть в чем. Я подрубил трейнер. Да сейчас я, ну-ка. А, не важно. Я подрубил трейнер к этой игре. Потому что данная механика с боями, ублюдская, тупая, изменение камеры. Ну, короче, вы видели предыдущий кусок. В предыдущей серии я не считаю нужно объяснять что-то еще. Значит, такое тоже объявление в свое время я говорил, что я могу бросить любую игру, вне зависимости от того, как там что и все это. Серию Песков Времени я хочу пройти. Ну, Принцов Перши, в смысле, не Песков Времени, Пежу. А серию Принцов Перши я хочу пройти. Из-за сюжета, из-за общей картинки, потому что, ну, картинка, графика, она красивая здесь. И всякое такое там из-за арт-дизайна. По множеству причин я хочу пройти, там, сам перевести первую часть и так далее. Вот. Но когда будут встречаться подобные тупорылые вещи в любой игре, я оставляю за собой право. Я хочу, короче, я буду подрубать все, что я считаю нужным для того, чтобы это грамотно и нормально, комфортно, точнее, пардон, не грамотно, а комфортно для самого себя пройти. Если что, вот видите мои руки, вот видите какие-нибудь кривые, и их просто не видно, не кажется, что они сплечь. На самом деле они растут из жопы. Ну, кто меня видел, лично тот знает. Вот. Короче, я за собой оставляю право, в принципе, надулся, обиделся, что я такие вещи говорю. Я оставляю за собой право врубать любые сторонние программы, чит-коды и прочее, как уже было там, ну, раньше я для модов оставлял, но теперь и для самой игры тоже. Что сделает мне прохождение комфортным? Если кто-то считает, что это, ну, там, какое-то преступление, условно говоря, и так далее, вы можете отписаться от моего канала. Как говорится, всего доброго, никого не держу, без сарказма, без иронии, вы имеете на это полное право. Здесь я буду проходить игры так, как я хочу, считаю нужным. А вот, это не значит, ну, просто сейчас поясню, что я, несмотря на то, что я люблю игры и хочу все еще тратить на них свое свободное время, и очень много свободного времени вообще я хочу играми заниматься, то есть, прохождением их, я не хочу тратить кучу времени вот на такую дрочь. Это просто унылая дрочь. Вот то, что было в прошлой серии, это просто унылая дрочь. Значит, у меня вообще есть такое, знаете, впечатление, вот сейчас знакомлюсь, то есть, фактически я знакомлюсь с этой игрой по-нормальному, так как следует, сам впервые, что Патрисо Дизелеево, вот этот мега-гейм-дизайнер и всякое такое, вот, но у меня такое впечатление, остается, что он это, чтобы стоял какой-нибудь толковый руководитель и лупил его по рукам. Не буквально, разумеется, нахер насилие и всякое такое в рабочей среде, а чтобы лупил по рукам и следил за то, чтобы в его вещи можно было нормально играть. Опять же, все как-то его проходили, это игра детства и так далее, бла-бла-бла, можете посмотреть мы прохождение первого Фар Края, где я там бомблю на кучу всяких вещей, а мне массу раз рассказывают, что ты ничего не понимаешь, Фар Край первый это шедевр и всякое такое. На мой взгляд, там много абсолютно ублюдских и тупорылых вещей. Вот, это не значит, что как только появляется первая же сложность, я такой, а, все там, все понятно. Это не значит, что условно там, проходя какой-нибудь Doom Eternal, и в котором там меня убивает два раза мародера, я врубаю чуть-чуть код на бессмертие и бегаю потом уже так. Нет, это значит, что как появляется ситуация типа такой, и в ситуациях типа такой, я позволяю себе включать, ну, конечно, в любых, в которых я сочту нужно. Вот так. Опять же, если вам это не нравится, и вы не хотите смотреть такие видео, вы можете пропускать прохождение, отписываться и так далее, без обид. Значит, вы просто не хотите это смотреть. Вот, если кто-то хочет из-за моего перевода, там, не знаю, каких-то моих мнений, моих мыслей по поводу, все это смотреть, ради бога, оставайтесь. Ну, то есть, свободы и так далее. А вот, писать мне про это в комментариях, ну, одно дело, там, подъебать пару раз, ладно, окей, опять же, скажем так, постоянных подписчиков, ладно, ладно, без проблем, можно. Если вы будете писать, ну, ты ебучий, ну, блог, ты ничего не понимаешь, вот это все, я просто буду такие комментарии удалять. Если один и тот же человек пишет мне это больше трех раз, я буду этого человека банить. Как хотите, опять же, как хотите к этому относитесь, как хотите, про это думайте, вообще по херу. То есть, я хочу по-нормальному проходить игры и получать от них удовольствие, а не страдать от подобной тупорылой хуйни из-за того, что он бьет не того врага. Здесь нету, кстати, фиксации на враге. Можно было сказать, ну, понимаешь, надо просто, ну, установить фиксацию, как в Dark Souls, знаете, там можно таргет на врага повесить и лупить только его, он-то не будет отвлекаться на других. Здесь такой возможности нету. А когда здесь оглушенный тобой враг, вот ты рядом с ним стоишь, да, тебе надо всего лишь сделать, добить его кинжалом. Ты нажимаешь кнопку добивания кинжалом, ну, в принципе, из-за того, чтобы атаковать врага, добить вот этого, который лежит оглушенный, он перепрыгивает к какому-то другому врагу хуй знает где и ударяет его. Ну, вы поняли, ладно. Концовка предыдущей серии все видели. Вот. Поэтому сейчас подрублен этот трейнер. Если в каких-то моментах будет полный пиздец, я буду его включать. Вот. Зачем все, продолжаем. То есть, кому, кто считает, что это неправильно, так нельзя, вы имеете на это полное право. Я имею полное право на своем канале делать так, как я считаю нужно. Вот так. Все. Я надеюсь, больше мы к этой теме возвращаться не будем. Вот. Да я, естественно, и не хочу.